Добрый ранок. Извиняюсь, что не доносливали подеи в ночи. Трошки позднее, чтобы было коротко о подеях в ночи. Зараз в Киеве на каждом перекресте стоит милиция, которая проверяет все машины, которые могут затариться грузом. Проверяет на наявление, что в машинах. Может быть, на этой стороне стоит одна из машин патрульев. Они находятся каждый квартал, на каждой улице, на подъездах до центра. Все машины, которые имеют какие-то кабареты, они затянут. Зараз мы идем в бюджет-центре, где наши журналісти попробовали найти хлопцев, которые были в ночи, когда разгоняли Майдан. Мы попробуем узнать из первых слов, что там произошло в ночи. Потому что, по последним данным, в ночи начали собирать звук, который был на Майдане. Они должны были установить новую сцену с звуком. Звук, который установили, привезли из Крещатика две машины. Люди пошли смотреть, где будут установить паркани. В этот час на Майдане осталось около 150 людей. Кажут, начали заносить какой-то дом до ялинки, который остановили. Потом... Заварилась сварка. Кто-то начал упасть, какая-то буйка заварилась. Похожествовавшись наших хлопцев, которые могут захопить или спровоковать людей. Потом начали подтягивать ОМОН и Беркуты. Звезти из горы сразу. Вместо того, чтобы остановить суточку, они подлезли окружать стелу, где находился табор, где находилась кухня и где находилась до этого стена. И начали просто разбивать людей кровь. То есть им пофиг было разогнать. Им... Они не разогоняли, они примусово зачищали. Кто на дороге спринял, они его отлупашовали в мясо, даже если эта человек уже валялась на земле. Сейчас, третий позже, будет включение, где должны быть хлопцы, которые находились в тот момент на Майдане. Они смогут более детально рассказать, что это происходило. Повернемся десь за минуту 10-15.